Это картинка Земли, а то, что вокруг нее мусор. И сейчас его в космосе год от года все больше, с тех пор, как в космическое пространство. Полетели не только станции, но и спутники. Мусор, как и на Земле, бывает разный. Приведем лишь один пример. Например, китайцы ракетой один из своих спутников просто разнесли в хлам. Они отрабатывали, собственно говоря, технологию сбития спутников, но вот у нас появилось несколько тысяч элементов от остатков. Вот это частичная треки, это частичная спутника. И таких примеров тысячи. Чаще всего, говорит Александр, до Земли мусор не долетает, сгорает в атмосфере. И катастрофы на нашей планете из-за его падения – это все-таки больше удел писателей и режиссеров-фантастов. Но навредить Земле и человеку мусор из космоса может. Что-то у нас сломается, чего-то не будет. Чего-нибудь интернета или что вы имеете в виду? Нет, ну, не будет, если не… Может быть, перебой возникнет с интернетом. Вот. Насколько это опасно, это зависит от того, кто с чем столкнется. Несколько лет назад практически вся Восточная Сибирь и Дальний Восток, часть лишились связи из-за того, что со спутником встретилась космическая гайка. Пришлось новый спутник связи выводить. А если космический мусор, к примеру, повредит навигационный спутник, который контролирует движение кораблей в океане, даже представить страшно, к чему это может привести. Ученые давно пришли к выводу – мусор нужно утилизировать. Но сначала требуется определить, что летает в космосе. Как раз этим уже практически полвека, с 1957 года, и занимаются преподаватели и студенты педагогического вуза в своей обсерватории. Мы увидели какой-то объект. Мы просчитали орбиту этого объекта, ну, точнее, кусок орбиты получается. А дальше уже нужно отождествить этот объект с известными. Если с известными отождествляется, нормально, мы знаем, что это за объект. Если он уже неуправляемый, да, это мусор. Все измерения отправляют в баллистический центр при Институте прикладной математики имени Келдыша. К слову, туда отправляют информацию все российские обсерватории. Их около 30. Но что касается непосредственной утилизации мусора, то все исследования в мире из этой области пока экспериментальные, если не сказать фантастические, говорит Александр Вольф. Хотя, возможно, когда-нибудь аппараты-уловители и одновременно обработчики космического мусора и станут реальностью. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.